всем привет дорогие друзья с вами валерий хаос и вновь пятница и мы переходим к прохождению fallout 4 так и у нас задание то где у нас задание призыв к оружию поговорить с паладином dance давайте ну что двигаемся давай выдвигаемся потрясающими следуй за мной и постарайся не отстать здесь мы вроде вчера вчера как я говорю в прошлом в прошлую пятницу все собрали вроде так что-то подгружается непонятно пойдем по этому переулку следуй за мной так вот двигаемся так там у нас какие-то гости непонятно там взять их там че-то все разбежались по сторонам рейдер тварь все что ли отмена боевой готовности возможно ты не знаешь о том что на территории содружества уже побывали другие но последние семь лет братство отправило сюда две группы которым было поручено поиск технологий первый отряд с блеском справился с задачей он доставал несколько ящиков доверху набитых довоенными артефактами и историческими документами второму повезло меньше да он прибыл на место но вскоре после этого связь не прервалась и мы больше ничего о нем не слышали на мой отряд мы уже потеряли четырех человек в этой проклятой пустоши на нас постоянно нападают но несмотря на неудачу задаваться я не собираюсь и пропадать без вести тоже так здесь походу рейдеры напали на караван так понабираем сейчас всякого отлично свинина с бобами так ментанты психа кусочки белки можно взять патрончики так так что у нас здесь интересного смоленика какая-то но в принципе все да что-то казалось больше народу было ну давайте двигаемся дальше так погоди посмотрим что здесь скелетон и лежат скелетон и лежат скелетон и лежат их смотрим что прицеп ли может учимик такой интересное то Можно открыть. Да что ты? О! Что здесь у нас интересного такого? О, патроны для дробовика, причем отлично. Крышечка. Спальный мешок, может поспать. О, осколочный граватый. Это хорошо. Это очень хорошо. Гранатки всегда пригодятся. Ой-ё. Трутни. Нифига. У него мощнее пушка, чем у меня. Ты тоже такой хочу. Причем вроде, такой же лазерный, да, просто? А, нет, смотрите, что там. О, 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 собаку с выстрела, с одного. Так, так, нет. Ну, у меня, походу, он скорострельный. Так, собачатинки взяли. Нажарим потом. Так, ну, походу, да, подходим к месту назначения. Так, хочу цветочек сорвать. Да. Вот она, компания Archive System. Снаружи охраны быть не должно, так что войдем через главный вход. Ух ты, там какой самолетик стоит. Так, что ты там нашел? О, стимулятор. Молодец, молодец. Еще и принес, смотрите. О, еще и крышка здесь. Тайник. С крышками. Ничего. Прикольный такой самолетик, да? Я бы полетал. Так, он-то у нас у входа ждет. Давайте, пускай он подождет. Пособираем тут все. Мясо таракана. Так, надеюсь, ничего такого путного и нет. Столик здесь, видимо, отдыхали здесь рабочие. Так, давайте вон там посмотрим, что есть. Может, какой мотик. Вообще. Псина, ты ничего не нашел? Ой-ё. Нифига себе. Офигеть. Ловушечка такая. Ловушенцы. И здесь ничего нету такого, да? Тупо взорваться только можно было. Так, ну, в принципе, все. Давайте отправляемся к Дансу. Тупо взорваться. Слушай. Ну, и чё? Чё, чё? Слушай-то. Давай договаривай. Слушай, действуем тихо и чисто. Никаких подвигов. Всё строго по протоколу. Ясно? Зачем нам Аркджет? Наша задача добыть устройство, которое усилит сигнал радиовышки на крыше Кембриджского полицейского участка. Без него мы не сможем выйти на связь с командованием. Запомни, наша основная цель — коротковолновый передатчик. Соберись, не стреляй, куда попало. Не хочу, чтобы меня зацепило шальной пулей. Разговор через это стал. Именно такие корпорации вбили последний гвоздь в крышку гроба человечества. Они использовали технологии ради личной выгоды, забирали всю прибыль и не обращали внимания на нанесённый ущерб. Посмотри на эти обломки. Так, постой тут. Я пока здесь сейчас пошарю немножко. Что у нас здесь интересного есть? В таких же местах по-любому должны быть какие-нибудь вкусные ништяки. Ну, чё-то здесь нифига нету. Хе-хе. Так. Пистолет. Давайте возьмём. Разберём, если что. Разберём или продадим. Пусто-пусто. Пусто-та. Пусто-пусто. Такс. Крышка. Вот. Здесь уже что-то поинтересней в этой комнате. Посмотри на эти обломки. Похоже, что с автоматизированной системой защиты кто-то уже разобрался. Это дело рук братства встали? К сожалению, нет. Посмотри на улики. Здесь ни одной гильзы, ни одного пятна крови. На этих роботов напали синты института. Синты, кстати. Мы уже сталкивались с синтами, да, помните? Синт. Это не то же самое, что и робот. Они результаты злоупотребления технологиями, созданное институтом, создание института, отродия, которые должны улучшить человечество. Это неприемлемо, они просто не имеют права на существование. Так, что за институт? Это группа учёных, которая после начала Великой войны спряталась под землёй. Он уже несколько десятилетий портит облик содружества с своими технологическими кошмарами. Похоже, ты боишься синтов. Между бояться и быть готовым есть определённая разница. Так, уходим. Ну окей. Так, терминал, смотрите. Ладно. Давайте. Здесь хаос, но я вижу кое-какие детали, которые могли бы заинтересовать братство. Когда мы здесь закончим, я отмечу это место как объект для поисковых операций. О, здорово. Похоже, это тупик. Постарайся открыть дверь, а я проведу разведку. Так, открыть дверь. Окей. Но для начала вернёмся назад. И посмотрим, что у нас есть интересного и вкусного. Так, а можно ли псу дать команду? Говорить. Обмена. Как дела, дружище? Эй, дружище, поищи кое-что для меня. Попробуй найти тут что-нибудь полезное. Ой, интересно. Да? Можно псу дать команду, чтобы он искал. Так. Ну, что ты там встал? Ищи давай. Дверька какая-то. Дверька в уборную. Обычно у них в уборных висят такие штуки с аптечкой. А здесь я что-то ничего такого не вижу. Так. Терминальчик здесь есть. Отлично. Военная электросхема. Ну, что-то, блин, столько этих роботов здесь разобранных. И ничего вообще интересного нет. Мало чего. Какие-нибудь детальки там вообще мощные бы найти. В принципе, наверное, если логически рассуждать, те, кто сюда пришел, то есть десинты, наверное, уже все разобрали здесь. Так. Терминал службы безопасности. Почта Аркнет. Проблема безопасности. Так. Я бы хотел, чтобы наша команда собралась вместе и разработала новую стратегию безопасности для комплекса Аркджет. Это наш первый контракт с космическим агентством США. Я не хочу, чтобы у нас возникли проблемы с безопасностью в ходе работы над ускорителем ХМВ. Нам нужна круглосуточная двойная охрана, нам нужны автоматические меры защиты внутри комплекса. Кроме того, я хочу, чтобы вы наняли консультата, который улучшит систему создания пароля для наших терминалов. Автоматическая рассылка паролей по почте, это просто смешно. Какой-то ускоритель они там создавали. Начиная с завтрашнего дня мы будем раздавать всем сотрудникам бейджи, которые нужно будет постоянно иметь при себе. Бейджи содержат низкорадиоактивные изотопы, по которым автоматические турели будут опознавать наших сотрудников. Мы нанесем ответственности за раны и увечья, нанесенные тем сотрудникам, которые подойдут к реактору без бейджа. Турели будут активированы через неделю, так что советую всем получить бейдж как можно скорее. Так, происшествие с двигателем. Сэм, что у нас там творится? Как представителю прессы удалось обмануть всю охрану и пробраться через весь комплекс к самому ядру двигателя. Так, чтобы не сработала ни одна турель, ни одна сирена. Мы в полном дерьме, и убирать его придется тебе. Не плевать, что ты будешь делать, мне нужно одно, чтобы ты все исправил. Если нам еще это отзовется, клянусь, отвечать за все придется тебе. Управление проектором. Ошибка. А, ну понятно. Так. Ну все проектроны зафигачены здесь, поэтому ошибку выдает. Так, ну и все, да, там мы смотрели. Здесь мы были уже. Здесь у нас ничего такого. Ну давайте, пойдемте открывать дверь. Откроем. Посмотрим, что там интересного. Так, здесь терминальчик у нас. Давайте полазим, посмотрим. Может крышки хотя бы какие-нибудь есть. Данс уже, наверное, все пособирал тут. Ах, там мел. Крышка отлично. В принципе, ничего нет. Так, напоминание безопасности пароля. Это ежегодное напоминание о том, что пароли всех терминалов и компьютеров необходимо менять раз в месяц. Нарушение этого правила может привести к автоматическим изменениям, отмене сетевых привилегий или дисциплинированному взысканию. Пожалуйста, внесите свой вклад в безопасность ArcGrid Systems. Так, смена пароля. О, предмет взят. В соответствии с нашими данными, пароль вашего терминала не менялся 3 месяца. В целях безопасности пароль будет изменен. Ваш новый пароль 9YB3N. Это автоматическое сообщение. Пожалуйста, не отвечайте на него. Отлично. Ой. Так, вентилятор заберем. О, брошенный журнал. Какого хрена нас заставляет это записывать? А, черт, уже пошла запись, да? Это техник РЕНД, отдел двигательной Аркджета. Со мной техник Яновский, рабочий журнал А1190. Мы с Яновским уже 3 месяца работаем над проектом Марс, и, кажется, ускорением мы уже полностью рассчитали. О, как же мне хочется полететь с этими парнями, убраться подальше с этой вшивой планеты. Эй, помягче. Если мы все сделаем не так, как надо, нас уволят. Начальник и так мечтает от нас избавиться, особенно теперь, когда проект так затянулся. Ну и что? Все равно нас уже завербовали. Через пару недель отправляемся, не забыла? Скоро будем делать отжимания, жрать сублимированные рационы и мечтать о работе в уютной частной лаборатории. Конечно, не забыла. Но я пытаюсь не думать о том, что на передовой мне в первый же день отстрелят голову, и работа в этом здорово помогает. Может, тебе это покажется бредом, но для меня это важно. Понял? Ладно, извини. Да, выброси ты эту пленку. Начнем сначала. Да, серьезно тут все, серьезно. Так, пароль. Отлично, он сам ввел пароль. Так, в длине лаборатории. Ошибка, не удалось установить соединение с прототипом. Пожалуйста, обратитесь к специалисту за помощью. Управление дверью. Открыть. Отлично. Отлично. А теперь вперед... Ого, синты. Ё-моё. Последний раз, когда мы с ними встречались, это было... Очень... Очень нехорошая встреча. Как бы... Шоковый пруд какой-то взяли. Еще один шоковый пруд. Так, пистолеты института. У нас помощнее. Обнаружено движение. Интересно. Так, давайте-ка здесь посмотрим. Бутылка с антифризом. Не надо нам ничего. Крышка. Пускай он там повоюется. Окей. Добил. Так, 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 так. Отлично. Что-то там сфокусированный. Дальность и скорострельность. Ха, прикольно. Ну, брать не будем пока ничего. Если что, потом. Отлично. Так. Что у нас... Что за звук-то? Здесь можно дверь открыть. Yes. Так, там наверх еще буроход. Оу-оу-оу-оу. Ты куда? Проклятые синты распространились. Почти по всему. Что там? Будь начеку. Впереди турели. Да окей, я это... Пособираю сейчас немножко. И присоединюсь. Не знаю, зачем мне это... Стелс бой. Так. Пистолет института здесь. Оказать паладину и данницу огневую поддержку. Нифига себе. Он сам там что-то справился. Так. Оружейный верстак смотреть можно. Можно что-нибудь изготовить, но у нас пока для нормального ничего. Ну не то что ничего нет. Навыка. Как там оружейный фанатик по-моему да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Кто-то тут ловушек наставил. Так, во. Сложный сейф. По-любому что-то вкусное должно быть. Отлично. О, чудо-клей. Так, не под силу нам это сломать. Окей. Еще чудо-клей. Прикольно. Так, химилаборатория. Но здесь можно чего-нибудь сделать, да? Давайте попробуем. Так, бутылку с коктейлем молотова можно сделать. Заряды для инновационного пистолета. У нас нет этого пистолета. Лечение. Так, стимулятор. Давайте вот так. Парочку. Стимуляторы. Отлично. Так, препараты. О, еще и уровень подняли себе. Сила, наносливость. На 8 минут. На 5 минут. Понятно. Психовинт. В принципе, если мы этим пользоваться не будем, мы можем это продать. Как вариант. Так, и у нас есть уровень. Отлично. Так, ваш способ влияет на других людей. От нее зависит ваша убедительность разговоров, а также цена торговцев. Ваш харизм повышается на 1. Ловкость определяет быстроту ваших эффектов и точность движения. От нее зависит число способств действовать скрытно. Так. Давайте интеллект продолжаем прокачивать тогда. Ну что, двигаемся, да, к этому? К данцу. Так, еще здесь что-то стермино... О, наука Теслы. Энергетическое оружие наносит на 5% больше критического урона. Вот это круто. Вот это да. Терминал директора. Так, примечание к проекту Марс. Шесть месяцев спустя космическое агентство Соединенных Штатов наконец утвердило Аркшет в качестве подрядчика и подписало с нами контракт на разработку коммуникационной и двигательной системы для проекта Марс. Приступить к работе над ускорителем ХМВ еще до того, как мы получили контракт был рискованным шагом. Зато, похоже, эти затраты окупятся с лихвой. Нужно обсудить с агентством еще массу всяких деталей, у нас впереди много работы. Но я думаю, после этого контракта об Аркшет заговорят. Мне удалось привлечь в команду работающую над ускорителем ХМВ доктора Рори Маклеллана. Мало найдется людей, разбирающихся в системах с атомной тягой. Лучше доктора Маклеллана. Так что это большой успех. Компании пришлось выложить кучу денег, чтобы убедить его отказаться от того армейского контракта и перейти на работу к нам. Но я уверен, что он стоит каждого потраченного доллара. Мы пообещали агентству, что ускоритель будет готов не позднее, чем за год до запуска, запланированного на июль 2078 года. Раз теперь разработкой руководит сам доктор Маклеллан, этого срока нам должно хватить с запасом. Продолжение следует... 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 Да, короче Трудные дни настигли Компанию Вот Но нам главное найти этот передатчик надо Так Где у нас наш Данс Дэнс, дэнс Ремонтная служба Терминал тут Эй, куда побежал Так, здесь у нас ничего Ааа, пароль надо, да? Так, два сходства Нет Тоже нет Ну, наверное, лосс Есть Так Заявка на ремонт Установил новый терминал в офисе Рейнхарда С тех пор, как мы получили проект Марс, он потребовал усилить меры безопасности Не знаю, может у него паранойя Или у него действительно есть причины для беспокойства Обеспечив его всем, что у нас есть Теперь мне все ясно Рейнхард параноик Он приказал мне поставить рядом с его офисом автоматические турели Можно подумать, что мы в армии, а не в космическом агентстве США Маклеллан ноет, что у сервера постоянно заканчивается свободное место на диске Я заказал еще у поставщика, однако у нас тут внизу уже не хватает места для консолей Придется поговорить с Рейнхардом, чтобы он разрешил нам подотянуть свой щупаль, свой еще и до офисов Надеюсь, с этим проблем не будет Пришел бренд и потребовал все видеозаписи системы наблюдения за последний месяц Я спросил, сделать ли ему копию, но он просто рыкнул, как всегда, и потребовал оригиналы Понятия не имею, что он собирается с ними делать Да и знать не хочу, лишь бы зарплату платили Так, управление турелями Подключить Да Так, отключили турели, давайте посмотрим еще, что здесь Здесь какой-то спуск О! Так Ну что ты? Уже легкий замок Че за нафиг-то? Хе-хе О! Не говорите Так Кладкоствольный пистолет нам не нужен, двоенные деньги возьмем Все Так Ну здесь, видимо, турели уже Можно было И не отключать Хе-хе Крышечка Еще крышки Отлично Ну хоть крышек понабираем здесь Ну и все здесь Так Так Идем дальше Это куда-то вниз уже свалил Фоторамка Так Так Здесь пусто Какой-то конференц-зал, наверное, был Тихо-тихо-тихо-тихо Не пугай-то так Хе Кто-то Хотел помыть руки Походу Так-с Офигеть здесь барахла Просто Пистолет Пистолет нам не нужен Так Идем дальше Завалено Завалено Ну двигаемся вниз Так, а если Оп А если перепрыгнуть Ну что-то Блин Я хочу туда О Отлично В принципе Разницы Нет Чтобы я так спустился Что так 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 Еще терминальчик Сейф Ну что ты Так Блин Шпилек Не напасешься О Твои на деньги Крышка Патроны 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 Отлично Давайте посмотрим Что там В терминале У нас Так Твист А Блок Ноль Сперва Удара Так По вашему запросу Я приказал Установить сейф Полуприемный Он позволит Вам расплачиваться За поставки Или же Сохранить Различные ценности До востребования Если возникнут Проблемы с сейфом Или с замком Обращайтесь ко мне Понятно Я понимаю Что объявление О подготовке Полета На Марс Вызвало Большой резонанс В средствах Массовой информации Если представители Прессы Будут обращаться К вам с просьбой Прокомментировать Ситуацию Или дать интервью Направляйте их В отдел связи С общественностью Не отвечайте На вопросы Не разглашайте Информацию О проекте Без предварительного На то разрешение Понятно Так Ну вот походу Да мы пришли Уже на место Впереди Ядро двигателя Это последняя точка Нашего маршрута Так Смотри под ноги Похоже Здесь нет света Теперь есть Ну иди давай Паладин Данс Контер 1 взяли Ты смотри Скрипторы будут в восторге Ну да Хотя я ничего В этом не понимаю Но думаю да Передачей должен быть В центре управления На вершине ядра Но похоже Ни один лифт не работает Придется спуститься И как-то Включить основной генератор Где-то должен быть Запасной генератор А смотри Служебный сектор Рядом с главным залом Я останусь здесь И буду прикрывать Так Так Ну нам туда Получается надо Нет электричества Ну давайте Посмотрим Пусто-пусто Вот Это запуск Наверное Электричества Да? Генератора Хламатрон Что это? Меткость Как-то Давайте возьмем Нажмите Чтобы зарядить Чтобы зарядить Хламатрон Нажмите Удержать Чтобы выстрелить Выстрел стал сильнее Так Где наш Хламатрон Ну в принципе 40 Урон Нормальный Куда его можно Пихнуть? Давайте 48 Ха Можно Свои Свои хлам Туда кидать Короче Понятно О Личный дневник Техника Ухмылки Смех Издевательства Насмешки О да Он закончил Среднюю школу Нет Все нормально Наверняка У него были уроки Труда Ой смотри Он читает Научные журналы Как это мило Урок труда Пусть они Они это Изготовят На своем уроке труда Мое чудо Лучший боевой Искоритель мусора Мой Хламатрон Ничего Они еще все Увидят Все эти инженеры В костюмах И с дипломами В понедельник Утром Они все Увидят Как это Больной Тут Ученый Так Внимание Обнаружена птичка энергии Ядро Двигателя Отключено Окей Так Изолента Короче Все берем Ядерный блок Отлично Взяли Одно сходство Так Параметры питания Включить Резервные Генераторы Во Там Что-то Началось Так 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 Я иду к тебе Я иду к тебе На помощь Черт Нифига Их Сколько Там Просто Воу 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 Что-то Закрылся Воу Воу Во Во Тест Фир Во Нифига, вот че надо было сделать. Понятно. Так, пособираем сейчас всякий лут. Ядерная батарея, ядерная батарея, ядерная батарея. Здорово, здорово. Как этот, как тестовый запуск, надо было сделать просто. Так, ну что как-то... О господи, ты как? Меня слегка пожарило, но силовая броня меня защитила. Главное то, что мы еще живы. И теперь сможем добраться до передатчика. Вперед. Просто нифига. Крутая силовая броня у тебя. Ну че? Поехали. Эй, песик. Погоди, кажется за нами следят. Кто? От меня не уйдешь. Чувствительность моих сенсоров, очевидно, нуждается в отладке. Так, синты опять здесь. Отлично. Они в центре управления, огонь. Черт, нигде не видно устройства. Восредоточься, отбыскать останки синтов. Возможно, они тоже пришли за передатчиком. Окей. Так, ищем передатчик. Походу собираем крышечки. Так, давайте щас все соберем. Круто. Так, импульсная мина. Терминал еще, управление двигателем. Так, текущий двигатель, прототип теплового двигателя. Требуется дозаправка. Ну все, да? Можно подходить к этому чувачку. Отлично. Все, уходим. Я думал, это сейф. Ну, камон, детка. Ну, не хочешь, как хочешь. Откуда вы здесь взялись? Я без вас поехал же. Паладин. 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 Че это было щас? Как-то он... Похоже, в бункере чисто. Уходим. Ну, мы в силовой броне, в принципе. Ну все, могло пройти более гладко, однако задание выполнено. Более гладко. Более гладко. Мне казалось, что все было нормально. Мы живы, передатчик у нас. Подробностей больше... Большого назначения не имеют. Не надо меня оценивать. Как команда. Это все. По-моему, мы неплохо сработались. Согласен. Приятно наконец-то встретить гражданского, который умеет выполнять приказы. Но при этом нам нужно обсудить два важных вопроса. Прежде всего, если ты отдашь мне передатчик, я вознагражу тебя за помощь, оказанную в ходе этой операции. Думаю, это оружие тебе пригодится. Это моя личная модификация стандартного лазерного карабина Братства. Пусть она верно служит тебе. Так. Удвоение урона от критического попадания. Повышение скорости заполнения индикатора критической атаки. Угу. Этого мало. Хм, винтовка. Не может быть, чтобы у тебя не было ничего вполне быть получше. В данный момент это все, что я могу тебе предложить. Но учись с радостью тому, что у тебя есть. Так. Насчет второго вопроса. Я хочу сделать ее предложение. Мы там попали под раздачу. Операция могла закончиться катастрофой, но твое хладнокровие помогло нам одержать победу. Я уверен, что ты обладаешь всеми необходимыми навыками. Так что у тебя есть выбор. Можешь провести отсады дней, бродя из одного населения в другое и перебиваясь случайными заработками. Или, может, упить братство стали и оставить свой след в мире. Что скажешь? Но... Так, ожидания. Если я присоединюсь к вам, что от меня требуется? Я останусь твоим командиром и ты будешь выполнять мои приказы. Больше никаких контрактов. У нас настоящая работа. Тебе будет доступ к современному оружию, а также своя силовая броня. И, что самое важное, тебе будет поддерживать братство. Готовы пролить свою кровь, чтобы защитить тебя. Предложение все еще в силе. Мы можем на тебя рассчитывать. Ну что, почему бы и нет, да? Это была бы честь для меня. Именно это я и хотел услышать. Приходи в полицейский участок, там все и обговорим. Отлично. Друзья, теперь мы в братстве. Сэмпор инвиция какая-то. Вернуться в каибрический полицейский участок. Ну, давайте вернемся. Псина, ты где? Так, он дал нам винтовку. Давайте посмотрим. Так, лазерный карабин. Двадцать шесть. А, ну это... Это у меня. А, вот. Тоже двадцать шесть. В принципе, то же самое, да? Только удвоение еще. Ну, окей, давайте. Добавим его вот сюда. Так, а где пес? О, хоть и распогодилось еще. Дождик. Дождик. На дождик-то пофиг, но... Хоть этого нету. Радиация этой. Где пес? О, пошли. Че ты тут застрел? Да, я понял тебя уже. Так, здесь мы все смотрели. Идем в полицейский участок. Че-то как-то темновато, да? В принципе, фонарик намного... Не помогает. Нифига себе. Собака машину сдвинула. Так, правильно идем-то. Правильно. Отлично. Хоть обзаведемся силовой броней. Возможно, и своих там... Тоже приоденем. Так, а это че такое? Ох, как я мог пропустить-то такое? Такое интересное устройство. Блин, столько пропустил. Блин, столько пропустил. Это собака пооткрывала? Че-то. Купить новый костюм у Фэллон? Скажи, что вы от плоски. Че-то. Купить новый костюм у Фэллон, скажи, что вы от плоски. Какая-то непонятная штуковина там, укрытие. Ни фига там кусок остался такой от вороны. Так, здесь какие-то бойни были. Уф, бляди. Уф, бляди. Да, отвали от собаки. Да... Да что ты? Да хватит, а. всё-всё-всё отмена на здесь нападение гули каких-то было походу о 6 блин фига этот кусок такой вырвало а 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 Приветствуйте нашего новобранца из разведотряда. У него есть потенциал, и при должном руководстве он может стать одним из лучших. О, да. Так. Разведка, всего лишь новобранец. Новобранец, после всего через то, что вам пришлось пройти, вы... Ха, считай, что тебе повезло. Мне пришлось более месяца тренироваться, прежде чем меня отправили на первое задание. Значит, ты остаешься, а я был уверен, что ты заберешь плату и сбежишь. Не рад, что я остался? Не особо. У нас хватает неприятностей с мутантами и дикими гулями. Новые проблемы мне не нужны. Рис, хватит. Хочешь или нет, но тебе придется научиться работать в команде. А тебе? Тебе нужно понять, что значит быть частью братства. Мы не наемники. Мы армия. Мы посвятили свою жизнь защите строгого кодекса от моральных принципов. Если хочешь остаться в наших рядах, беспрекословно выполняй наши правила. Так, ненавижу правила, ясные этические нормы. Не волнуйся, мне уже приходилось служить в армии. Отлично. Значит, читать длинную лекцию необязательно, так что я сразу перейду к сути дела. От подчиненных мне нужно только одно – честность и уважение. Если ты в строю, изволь оставаться в строю. Если я даю приказ, ты его выполняешь. Все просто. Так, прежде чем препоручить тебя Хелен и Ризу, нужно разобраться. Отныне ты получишь звание послушник. Это звание носят только те, кто проходит подготовку. Присваивать более… Чё там? А, не успеваю я прочитать. Так, низкий ранг. Мне не нравится быть в самом низу пирамиды. Все начинают как послушники. Это совсем не значит, что мы тебя не уважаем. Хеллен, она даже не знает, означает «вперед к победе». Для нас поражение неприемлемое, ведь мы сражаемся за будущее человечество. Наши боевые кличи сильнее любого оружия, не забывай об этом. А теперь, получи задание у Хеллен или Риза. Вольный солдат. Так, помочь разведчикам Братства. Ну что, помогать разведчикам Братства будем уже, наверное, в следующей серии. На этом я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И до новых встреч. Всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok